Друзья, приветствую вас на портале обучения и саморазвития. Давайте сегодня мы поговорим о собаках и всех возможных нюансах заведения подобного питомца в городской квартире. Обо всех плюсах, да и конечно предосторожностях, возможных минусах или так сказать подводных камнях этого мероприятия. Вообще собака давний друг и верный компаньон человека и в современных реалиях городского человека, имеющего небольшую комнатку в высотном доме, все чаще встает вопрос, какую собаку завести в квартире. Действительно, если нет возможности взять большую собаку, все равно человеку не хватает четвероногого друга, ведь собака была приручена им в незапамятные времена, по некоторым данным 14 тысяч лет назад, и с тех пор ее жизнь тесно связана с человеческой. Хатико. Во многом собирательный образ. На такую преданность и верность способна любая собака и в Японии, и в России, и в любой другой стране мира, как породистая, так и беспородная. С тех пор, как собака, стала верным спутником человека, нет у нее другого смысла жизни, кроме беззаветного служения любимому хозяину, каким бы он ни был. Человек нуждается в собаке. Человек часто нуждается в хорошей собаке, ведь у него нет более преданного друга среди животных, чем собака. Собаки на службе МЧС ищут пропавших и пострадавших людей, служат на границе, на таможне, в горячих точках, в полиции, становятся помощниками незрячих людей и помогают детям-инвалидам. И это не полный список. Известны случаи, когда собака по запаху определяла, что в организме хозяина появилась раковая опухоль, а истории, когда собака спасала своих хозяев от грабителей, воров, пожара и других стихийных бедствий, порой ценой собственной жизни, исчисляются сотнями тысяч. Можно не говорить о том, сколько радости дарит человеку собака, встречая его у дверей дома или мирно сопящая у ног поздним вечером, каким преданным защитником и веселым другом она становится для его детей. Множество писателей и известных людей, от актеров до политиков, признавали исключительную роль собаки в мире животных и заводили в своих квартирах даже больших собак. Приводить эти цитаты можно до бесконечности. Вспомним лишь некоторые цитаты о собаках. Любовь между человеком и собакой – идиллическая любовь. В ней нет конфликтов, душераздирающих сцен. В ней нет развития. Милан Кундера – невыносимая легкость бытия. Боже, помоги мне быть таким человеком, каким считает меня моя собака – Януш Леон Вишневский. Одиночество в сети. Достаточно написать слово «догга» и поднести к зеркалу листок, чтобы понять, в чем тут дело. Догга. Прочитанное задом наперед – это год. Собака – это Бог. Вот в чем дело. Имя всемогущего Творца Всего Сущего содержится в зашифрованном виде, в имени четверногой твари. Разве такое может быть случайностью? Быть может, когда нас называют собакой – это не такое уж большое оскорбление. Джон Ричард Стивенс. Мы любим свою собаку и не хотим, чтобы она менялась к лучшим. А в людях, которых мы любим, нам многое хочется изменить. Надин Д. Ротшильд. Не бывает никаких неприятностей у того, кто говорит с людьми только о своей собаке – Лев Корнеев. Если вы не любите собак, вы не любите верность. Вы не любите тех, кто верен вам. Следовательно, вы не можете быть верным, говорил Наполеон Бонапарт. Завести собаку в квартире. Вот поэтому, ради желания иметь рядом существо, которое всегда остается верным и безгранично любящим, многие люди задумываются о том, чтобы завести собаку в квартире или доме. Породы собак, которые можно завести в квартире, очень разнообразны – от крошечных тойтерьеров до огромных медлительных синбернаров. Однако появление в доме четверногого друга – это не только радость, но и большая ответственность. Чтобы определиться, какую собаку лучше завести в квартире, необходимо учесть множество факторов. Например, должна ли быть собака активной или вам больше по душе спокойной породы собак? Не страдаете ли вы или кто-то из вашей семьи аллергии на шерсть? Есть ли у вас время для долгих прогулок, пробежек, вылазок на природу или вы готовы приучить питомца к лотку? Хотите вы завести щенка или более взрослую собаку? Все ли члены вашей семьи согласны с вашими желаниями? Готовы ли вы к тому, что порядок в вашей жизни может сильно измениться? Готовы ли вы жертвовать временем и нести финансовые расходы на воспитание и содержание собаки? Регулярно делать прививки, показывать ветеринару вашу собаку? Готовы ли вы убирать за своей собакой на улице? Лучшая собака для квартиры. При выборе лучшей собаки для квартиры также очень важно, какого размера ваше жилище. Иногда принципиально даже то, в каком районе города вы живете. В историческом центре полноценно выгуливать собаку крупной породы не получится. Гиподинамия и нервное состояние вашему питомцу гарантированы. Стоит в таком случае обратить внимание на неприхотливые и мелкие породы собак. Если квартира, в которой вы живете, коммунальная, то прежде чем завести собаку, вам придется обсудить это со своими соседями и получить их согласие, особенно если у них есть маленькие дети. Скорее всего, ваши соседи не одобрят появление в пределах общего жилья собаки, тем более крупной или бойцовской породы. Поэтому рассматривайте средние и мелкие породы собак для квартиры. Породы собак с дружелюбным характером. Охранные породы собак для квартиры в этом случае не подойдут. Помните о том, что содержать и выгуливать собаку на балконе, в подъезде, на лестнице и в прочих местах общего пользования запрещено. Это и противозаконно, и негуманно, да и просто неуважительно по отношению к соседям по подъезду. Нарушение этого положения ведет к штрафу до 1000 рублей с физического лица. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео? А главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Правила предосторожности при заведении собак в квартире. В маленькой квартире нужно соблюдать свои правила и предосторожности при заведении собаки. Например, не рекомендуется заводить крупную активную собаку или собаку сторожевой породы. В таких условиях собака будет страдать от тесноты, а ваша мебель соответственно от собаки. Кроме этого, ваша собака на улице всегда должна быть на поводке и желательно в намордике. Не все окружающие ладят с собаками. Некоторые люди их панически боятся. Да и откуда другим людям знать, что ваш питомец на самом деле уравновешенный и послушный. Собака это не игрушка, а живое существо. И ее поведение не всегда бывает идеальным. Приучение к туалету, к игрушкам, к режиму дня все это требует обучения и терпения. Так что если порядок в доме и идеальное состояние мебели вам все-таки дороже, если возможные шалости четвероногого друга могут глубоко расстроить вас, то возможно вам стоит завести какое-то другое животное. Ответственность за домашнюю собаку. Помните, что ни одна собака не рождается злой. Любые проблемы с поведением это результат неправильной дрессировки собаки или отсутствие дрессировки. Лучшая собака для квартиры это собака дисциплинированная. Поэтому при выборе породы собак для квартиры необходимо подключить здравый смысл и учитывать индивидуальные особенности выбранной породы. О породах собак, которых можно заводить в квартире, мы будем говорить в следующей части этого видео. И самое главное, прежде чем окончательно остановить свой выбор на приглянувшемся щенке, загляните к себе в душу и дайте честный ответ на вопрос. Берете ли вы ответственность за эту собаку до конца ее дней? Ведь некоторые люди не понимают, насколько глубока любовь собаки к хозяину и бросают на произвол судьбы своего друга при первых трудностях. А ведь у собаки тоже есть душа, и ее сердце может не выдержать предательство. Мы в ответе за тех, кого приручили. Помните об этом. Домашние собаки и дети. Появление нового члена в семье это стресс для собаки, до недавнего времени бывший для хозяев центром внимания. К этому новому положению вещей свою собаку нужно подготовить заранее. И если вы собираетесь содержать в одной квартире домашнюю собаку и ребенка, вы должны быть уверены в ее безоговорочном послушании. Поэтому пройдите курс дрессировки с инструктором, если до сих пор не сделали этого. Организуйте собаке место для отдыха, клетку или домик. Когда ребенок подрастет, внушите ему, что здесь собака отдыхает и мешать ей нельзя. Не заласкивайте собаку сверх меры. После того, как в доме появится малыш, вы будете уделять ей объективно меньше внимания, и она может почувствовать себя покинутой. В худшем случае озлобиться на новорожденного. Осторожно познакомьте собаку с детьми своих знакомых заранее, ведь она должна привыкать к детям, к их внешнему виду, запаху и голосам. Приучайте собаку к тому, что громкие звуки и тесные объятия не несут в себе угрозы, ведь маленькие дети любят обнимать собак и издавать громкие звуки. При первой встрече с новорожденным не допускайте излишних эмоций у собаки. Ведите себя спокойно и тепло. Дайте почувствовать новый запах, исходящий от вас. Когда собака успокоится, она сама отправится по своим делам. Идеальная собака для квартиры. Чтобы ваша собака стала идеальным животным для квартиры, не обделяйте собаку вниманием. По возможности, не сокращайте время прогулок и общения с ней, чтобы она не почувствовала себя лишней в доме и не ревновала к ребенку. Нельзя допускать, чтобы собака играла с вещами ребенка или запрыгивала в его кровать. Но к тому же следует приучить и малыша. Считается, что детей нельзя оставлять наедине с собаками. Дело в том, что ребенок еще не знает меры терпения собаки и, соответственно, не сможет вовремя прекратить игру с ней. Первые признаки, что собаке пора дать отдохнуть, когда она начинает зевать, облизывать свой нос, потом отворачивается, садится или ложится спиной к ребенку, замирает на месте, всем видом показывая «я устала и не хочу играть, пожалуйста, оставь меня в покое». Если ребенок игнорирует эти сигналы, собака начнет тихо рычать. Если ребенок проигнорирует и это, собака начинает рычать более громко. Далее ее поведение становится более агрессивным и переходит в нападение. Вот поэтому родители всегда должны находиться рядом с ребенком, когда он играет с собакой, чтобы не пропустить момент, когда эта игра станет небезопасной для ребенка и обвинять собаку в агрессивности. Какой бы ни была собака воспитанной и добродушной, злоупотреблять этим не нужно. Правила обращения с собакой. Приучите ребенка к нескольким простым вещам и правилам обращения с собакой для его же безопасности. Всегда спрашивать у родителей или у хозяев разрешения, прежде чем погладить собаку. Никогда не дразнить собаку, даже хорошо знакомую. Никогда не убегать от собаки, только остановиться и стоять спокойно. Избегать прямого взгляда собаки в глаза. Для собак прямой взгляд это соперничество, попытка доминирования и вызов. Ну а в целом, как уже и было сказано, собаку завести в квартире, несмотря на все предосторожности и возможные недостатки, скорее стоит. Поэтому в следующий раз мы рассмотрим подробнее основные известные маленькие породы собак, которые заводить в квартире лучше всего. А затем также в отдельном видео поговорим и про самые удачные средние и даже крупные породы собак для дома и квартиры. А главное узнаете, каких собак у себя дома не стоит и может быть даже небезопасно держать вообще. Но на этом еще не конец, вернее все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра!